Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас последний урок на тему управления ресурсами. И анализируя изученные темы, можно выделить несколько основных истин, которые красной чертой проходят через все наши рассуждения. Можно сказать, что они являются основополагающими в вопросе управления ресурсами. Первое. Это все, что имеет человек, все это принадлежит Богу. И он по своей воле, на свое усмотрение наделяет человека теми или иными ресурсами. Апостол Павел в первом послании к Оринфинам, в 4 главе, в 7 стихе говорит, «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Апостол Петр, продолжая эту же мысль во втором послании, говорит, «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». То есть Господь наделяет человека всем необходимым, как для физической, материальной жизни, так и для духовной. И вторая мысль заключается в том, что человек даст отчет Богу за все, что получил в этой жизни от него. Он даст отчет не только здесь, на земле, но и в последний день. Послание к римлянам, 14 глава, 12 стих. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Короткая фраза апостола Павла очень четко ставит каждого из нас на свое место. «Каждый за себя даст отчет». Очень часто мы смотрим, как говорят, в огород к соседу. Как он делает, что он делает неправильно или правильно. В то самое время, как наши грядки зарастают сорняками. И вот Павел говорит, за себя, за то, что ты имеешь. Вот за это обеспокойся, этим управляй. И все наши рассуждения на протяжении этих трех месяцев как раз и лежали между этими, можно сказать, тремя полярными точками. Первое – это то, что Бог дал человеку жизнь, разную по продолжительности, с определенными возможностями, наделив определенными способностями, вверив определенное количество имущества и отдав власть распоряжаться этим имуществом. И, конечно, день, когда каждый человек предстанет пред Господом. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Не всем, конечно, нравится идея, что все принадлежит Богу. Особенно это не нравится людям молодым. И некоторые идут на такую компромиссную позицию, занимают, что да, жизнь дарована Богом, а все остальное – это дело наших собственных рук, наших усилий, какие мы предпримем в жизни, то, что мы можем сделать из тех, как бы сказать, начальных, базисных благословений, которые даровал Господь Бог. И еще более непопулярна истина о том, что за все нужно будет отчитаться, не только перед людьми, но и перед Богом. Но нравится или нет, мы с вами рассуждали, Священное Писание очень однозначно, четко высказывается по этому вопросу. И последняя тема подводит нас к результатам управления ресурсами. Действительно, ради чего, на какой результат мы работаем и что надеемся получить, как говорят, на выходе. Результатом богобоязненного управления ресурсами является благочестивая жизнь. Очень старое слово, слово, которое современный человек уже не употребляет. Благочестивая жизнь состоит из двух слов – благо и честь. Словарь Даля дает такое определение благочестию, благоговейное признание божественных истин и исполнение их на деле. Какое емкое определение. Это не просто стояние в жизни с опущенной головой и сложенными руками. Это активная жизненная позиция, которая направлена на что? На прославление Господа. Проводить свою жизнь современному человеку как? Как благочестиво. Все виды современной активной жизни могут уместиться в эту рамку. Благочестивая жизнь. Жизнь, проведенная в почитании к Богу. Это не только хождение в церковь. Это не только участие в церковных программах, мероприятиях. Это, прежде всего, наверное, воспитание детей, выполнение своих обязанностей на работе. Это уборка квартиры, приготовление пищи. Это, наконец, делание грядок в огороде. Интересно, Священное Писание дает нам пример благочестивой жизни человека по имени Иов, 31 глава. Интересно посмотреть, 13 стиха. Иов в разговоре с Богом говорит, «Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мной, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал?» Он апеллирует к тому, что у меня есть власть. Господи, Ты дал мне власть над людьми. И посмотри, неужели я злоупотреблял? Нет. Я всегда знал, что и я подчиненный. То, что мы с Вами говорили на протяжении трех месяцев, что мы являемся управителями. Нам вверено самим Господом Богом. Наши дети, наше имущество, наше здоровье. Шестнадцатый. «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины». Мы видим, что Иов перечисляет, как бы, Господи, Ты мне верил вот это? Где я согрешил? Где я поступил неправ? И в то же время отвечает, нет. Вот знаете, как иногда мы что-то делаем, и как называется так, открыживаем, ставим галочку. Это сделано. Это сделано. Господи, где я прокололся? Нигде. Последние стихи. «Если вопияла на меня земля моя». Вы знаете, это уже как крайняя точка. Сначала идет в общении с людьми, то есть с живыми существами. Господи, неужели я кому-то сделал больно, через кого-то переступил. И потом он уже, понимаете, последний такой шаг делает. «Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее бесплаты и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчиц и вместо ячменя куколь». Слова Иова кончились. Вот пример истинной, благочестивой жизни, которую оставил нам в пример сам Господь Бог. Результат мудрого управления не всегда оценивается количественно. У него есть еще и другое измерение, качественное. Экклесиаст в 6 главе, в 3 стихе пишет, «Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его». Жесткие слова, больные слова. Но действительно, как многие люди в своей жизни проходят через этот путь, когда они отдают кому-то свою жизнь. Вы знаете, Амар Хаям сказал, «Одному поможешь мелочью, и он помнит всю жизнь, а другому отдашь жизнь, а он даже не заметит». Экклесиаст сам пишет о тех великих делах, которые он предпринял. Но, увы, его жизнь, направленная на удовлетворение, простите, но такое создается впечатление, когда он пишет, пишет о мотивации своих дел, что направлено все на удовлетворение своих планов, своих желаний. И мы видим, что ни то, ни другое не принесло ему удовлетворение. Его вердикт ужасный, страшный – суета. Все суета. В нашей жизни бывает тоже подобного рода суета. Мы активные члены церкви. Мы активно участвуем во всех церковных мероприятиях, в программах. Они поглощают все наше свободное время. Но после проведения и участия в этих программах мы чувствуем себя страшно уставшими. Мы чувствуем себя раздраженными. Мы чувствуем, что мы не получили той радости, того духовного подъема, который мы ожидали получить, участвуя в этом деле. Почему задаем мы себе иногда этот вопрос? Почему? Мы же участвовали в деле Божьем. Откуда эта усталость, которая тебя просто раздавливает? Апостол Иаков в 4 главе, в 3 стихе пишет. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И вот здесь надо быть честным с самим собой, потому что этот вопрос касается себя лично. Меня особо не будет интересовать, что думаете вы по этому поводу, какую оценку вы мне выставите за участие, так сказать, в церковной жизни, в религиозной жизни. Мне нужно, чтобы я от этой религиозной жизни росла духовно. Это еще один вид, скажем так, лукавого управления ресурсами, потому что под маской благочестия мы скрываем свои амбициозные желания. Если на наше мероприятие пришел всего один человек со стороны, мы склонны считать это мероприятие каким? Неудавшимся. А затраты, которые мы понесли, мы говорим, что неоправданные. Слишком большие затраты. Абсолютно забывая, что ради вот этого одного человека сам Господь Бог спустился с небес и принял смерть. Это ли не цена? И Господь не считает это большой ценой за искупление своего детяти. Если мы будем с вами работать на правильную цель. А что такое правильная цель? Что такое правильная цель в управлении ресурсами? Давайте не будем быть ханжами. Мы заботимся и о себе, и о своем духовном состоянии. Но, заботясь о своем духовном состоянии, мы работаем на спасение наших ближних. Ту часть, которую верил нам Господь Бог. Мы не спасители. Опять-таки, не надо передергивать. Не надо возлагать на себя ту ответственность, которую Господь не возлагал. Но и не надо уходить от той ответственности, часть которой возложена на каждого из нас. И если мы будем вот именно правильно видеть нашу цель, а цель спасения, свое и того человека, который находится рядом с тобой, то мы всегда будем испытывать глубокое чувство удовлетворения и радость от своего труда, даже если мы при своей жизни не увидим конечного результата. Но мы знаем, с кем мы трудимся и ради чего мы трудимся, поэтому мы уверены в результате. В народе говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Мудрость говорит, что в совете сила. Как часто, управляя тем, что верил нам Господь Бог, мы спрашиваем Его совета. Как часто мы руководствуемся заповедями Господними в решении тех или иных вопросов? Возможно, где-то да. А возможно, что мы смотрим, что ситуация Божия изменилась, мир изменился, современный мир не таков. И позволь Господь нам сделать Твое старое доброе слово понятным и современным. И мы действуем согласно новому времени. Позвольте рассказать вам короткую притчу. Один успевающий фермер имел сына, студента, который учился в сельхозакадемии. И вот, когда сын закончил, вернулся домой, отец говорит ему, сын, мы решили с матерью отойти от дел, мы поедем в путешествие. Тебе же я оставляю ферму на один год, чтобы ты руководил ею. А сын был очень рад. У него было в планах попросить отца, чтобы он выделил ему несколько акров земли для того, чтобы реализовать свои знания, которые он получил в академии, показать отцу все это. А тут целая ферма в его распоряжении. Но отец продолжал. Сын, но у меня есть одно условие. Этот год ты будешь соблюдать все мои инструкции. Ты будешь руководить фермой по моим правилам, по моим законам. Сын согласился. Отец с матерью уехали. Сын ходил по полям, брал пробы почв, смотрел на систему орошения. Он смотрел на записи отца по севообороту, на какое поле, какую культуру сажать. И был восхищен, поражен и удивлен, что его, по сути, безграмотный в этой области отец поступал согласно последним научным данным. И вот он подошел к небольшому самому участку земли и увидел, что отец сказал посадить здесь сою. Взяв пробы почвы, он понял, что соя здесь не вырастет. И он решил посеять пшеницу. Через год отец вернулся. А сын, показывая отцу его достижения, они дошли до края земли, расположенного у ручья. Отец замедлил шаг и говорит, «Мне кажется, я говорил тебе засеять этот акр соей». «Ты говорил, но соя вообще не стала бы здесь расти. Я исследовал почву и решил посадить пшеницу. Посмотри, как хорошо она уродилась». «Нет сомнений в том, что соя не стала бы здесь расти однозначно. Но во всем остальном я в точности следовал твоим инструкциям», радостно сообщил сын. «Нет, ты вообще не следовал моим инструкциям», печально произнес отец. «Ты делал все по своему желанию и вел хозяйство согласно собственному разумению от начала до самого конца. Просто так получилось, что твои собственные заключения совпали с моими указаниями во всем, исключая этот акр земли. Этот участок показал, готов ли ты добровольно принять мое суждение вместо своего собственного, и ты не выдержал испытания». Действительно легко доверить Богу то, что мы не в силах контролировать. И иногда мы говорим, «Господи, конечно, если бы мы могли решить данный вопрос, мы бы пошли в райсобес, но поскольку никто нам помочь не может, мы обращаемся к Тебе». Но Господь, конечно, Он не райсобес и не золотая рыбка, но осознавая то, что все, и мы в том числе принадлежим Господу Богу, как маленький ребенок, есть ли у него проблемы с игрушкой, или есть ли у него проблемы с порезанным пальцем, или еще с чем-то, он бежит к родителю, несмотря на то, что у него родитель не медик, может быть, и не мастер, и лампочку вкрутить не может, но он бежит к родителю. Вот так дитё Божие должно бежать постоянно к Богу с любой, с любой проблемой и решать так, как говорит Господь Бог. То, как мы живем, как мы распоряжаемся своим имуществом, своим отношением к работе, мы оказываем огромное влияние на окружающих людей. Не наши слова, не то, как мы говорим убедительно, какие аргументы оказывают влияние на жизнь. Второе послание Коринфянам, вторая глава, с 15 стиха. «Ибо мы Христово благоухание Богу во спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Когда Пётр в первом послании, в третьей главе, с первого по третий стих, говорит, «Те из них, которые не покоряются слову житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Это относится не только к женам, это относится и к мужьям, и к детям, и к внукам, и бабушкам, и дедушкам. Ни подаренные литературы, ни подаренные диски, ни приглашения на программы не окажут такого спасительного влияния, как наше поведение на кухне вместе с нашими родными и близкими. Тимофея 5,8. «Если же кто о своих и особенно от домашних не печётся, тот отрёкся от веры, и хуже неверного». Наша семья – это наша забота номер один. Наша семья – это наш ресурс номер один, за который мы дадим Богу отчёт. Каждый из нас в жизни старается. Старается использовать то, что есть, приумножить то, что получил, и достичь того, чего не имел. Но вопрос – ради чего? Ради чего? Для чего посвятить и кому свою жизнь? Чтобы в конце сказать «суета?» Всё суета – сует. Павел в послании к филиппийцам в 3 главе 7 стих пишет. «Но что для меня было преимуществом?» Сразу мы вспоминаем эту личность, каким изначальным ресурсом и материальным, и духовным он обладал. И вот этот человек пишет о том, чем он обладал. То, что досталось ему от родителей, то, что ему досталось от его национальности, от его народа. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почёл тщитою. Да и всё почитаю тщитою. Ради чего? Ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И всё почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Весь свой жизненный ресурс, всю свою жизнь он посвящает для того, чтобы приобрести Христа. Вот она цель. Цель, к которой идёт человек. Общая тема уходящего квартала была как? Вы знаете, мы всё про ресурсы, про ресурсы, жёсткое слово, да, финансовое. А название-то, если посмотреть на урочник, «По зову сердца». «По зову сердца». «По зову сердца». И вот, знаете, я желаю, чтобы все мы по зову сердца и даже не по долгу, и не дай Бог, по какой-то корысти управляли нашими личными ресурсами. И знаете, за что? За похвалу от Господа. Помните? Хорошо, добрый и верный раб. В малом Ты был верен, над многим поставлю Тебя. Войди в радость Господина Твоего. Аминь.